На оборотной стороне карточки будет уже не 9, а 16 различных категорий. Вводится категория М для скутеров. Правда, если у человека уже есть права на управление абсолютно любым транспортом, хоть легковушкой, хоть троллейбусом, он может ездить на мопеде, дополнительно никаких экзаменов не сдавая. Отдельная категория теперь есть и для квадроциклов. Новые поправки приводят российское законодательство в соответствии с международными нормами. И в ближайшее время курсанты могут иметь возможность сдавать экзамен на автомобилях как с автоматической коробкой передачи, так и с механической. И при этом водительскому удостоверению будет состоять соответствующая отметка. Несмотря на вступивший в силу закон, нет никаких примерных программ подготовки водителей, соответствующих категорий и подкатегорий. Но имеет ли смысл вообще учить по подкатегориям, когда можно учить общей категории? То есть общая категория Б, общая категория С и Д. Если вы обучаете, то в принципе нет надобности и необходимости обучать по подкатегориям. Единственный момент – это наличие автопарка. Ведь теперь в автошколах придется приобретать как грузовые машины, так и мопеды. Но если с легковым и большегрузным транспортом принципы обучения понятны, то как работать с мопедами ясно не до конца. Пока что такого разработки нет, но скорее всего для них я не знаю еще конкретно, какие будут упражнения, но скорее всего так же, как и на мотоциклах. Сегодня в Бурятии права нового. Образца никому получить не удалось. Причина – проблемы с программным обеспечением. Но уже буквально на днях это станет возможным. Ольга Вайлошникова, Булат Вадмаев, Аркадий Амбуев. Новости дня. Ну на днях.